Мусорные завалы добавились к нечищенным дорогам в Нижнем Новгороде. Город просто утопает в мусоре. К нам в редакцию приходят жалобы из разных районов города десятками. Что центр, что окраина, везде мусорный коллапс. Это вот уже, считай, сегодня полный 28-го они возили. Первого, второго, третьего. Сегодня четвертый, пятый день. Вот будет полный пять дней. Отвратительная ситуация. Очень не нравится нам эта ситуация. Ну, деваться нам некуда. А куда кидать? Извините, что дома будет? Ты накопил мусор, он у тебя там пахнет, воняет, да? И куда ты его будешь дома держать? Снимаем, фотографируем, посылаем региональному оператору. Ответа пока от них ничего нет. Пишут, что ваше заявление принято. В принципе, здесь вывозили всегда хорошо. Всегда было чисто и вовремя. Но вот в последнее время почему-то вот это безобразие творится. Почему, я не знаю. Ну, дня три точно. Вот здесь крысы, мысли, это рассадник, это болезни. Чем это опасно-то вы сами знаете прекрасно. Тем более у нас ситуация такая в мире, можно сказать. Коронавирус. И вот, пожалуйста, вот тебе рассадник. И вот в субботы вот этот мусор, мало того, что наш дом, это для нашего дома. Вот эти два дома, и тот, и другой все сюда несут. Дорога никакая, ее что чистят, что нет. Машины все время чуть не до драки, разъехаться не могут. Смотри, что творится. А мусор не увозят. Вот в субботы. Сегодня у нас четверг. Еще хорошо, сейчас холодно. А если бы тепло было? Вот такая свалка. Вот этот мусор лежит уже больше десяти дней. И все это разлетается, все это вот на проезжие части. Люди выходят каждое утро, с каждой квартиры выносят пакет. Машина въезжает, а забрать мусор не может, потому что здесь бугры лежат. И она не может вывезти контейнер. Ребята не могут, это не под силу. Подъезжает, машина заставлена. Здесь все стоит плотно, не развернуться ничего. Он спокойно разворачивается, уезжает. То есть нет технической возможности. Вот вчера мы вышли, чтобы... Есть мужчина с нашего дома вышел, чтобы прочистить дорогу, для того, чтобы подъехала мусорная машина и вывезла контейнеры. Здесь нужен бульдозер. Мы здесь зарыты в сугробах, центр города. Машины снегоуборочные не прочищают дорогу. Вот у меня разбита рука, я упала вчера вот здесь, потому что здесь не чищено, глыбы падают отсюда. Знаете, конечно, можно как-то нецензурно ругаться. Но я тоже понимаю, что проблемы существуют, наверное, и во всех районах, и только в центре города. Но вообще для центра города это вообще ситуация, конечно, вообще это... позор, это мягко сказано. Представители регионального оператора по вывозу мусора заявляют, что физически не могут выполнять свою работу. Долгое время они просто не могут въехать во дворы. Техника не проходит и застревает на нечищенных дорогах. Вы знаете, сейчас вот с погодой действительно некоторые аномалии. То есть так получилось, что и снег много выпал, и еще он подтаял, как назло. У нас машины крупные, соответственно, для них есть проблемы, когда они застревают в этом снегу. И если есть такие площадки по городу, где не хорошо чистится снег, то наши мусоровозы не могут подъехать и, соответственно, забрать. Нет, ну мы готовы выполнять свою работу, да. То есть мы тут в этом плане, то, что мы не можем выполнить, и не по независимым от нас причинам, на руках тоже вынести не можем. То есть здесь, пока мы технику не сможем подогнать, мы бессильны. То есть в данной ситуации мы все-таки заложники ситуации, заложники этого положения. Уборка дворовых территорий – это зона ответственности домоуправляющих компаний. Еще утром мы направили запрос в пресс-службу домоуправляющих компаний. Весь день дозванивались до пресс-секретаря домоуправляющих компаний, но ответа не получили. Не знаем, с чем связано это молчание, но сегодня всплыли факты воровства и коррупции коммунального руководства на уборке снега.